Продолжаю демонстрацию моей личной разработки мощного излучателя переменной статики для медицинских целей. Немного дополню информацию, как и из чего сделан излучатель. Я говорил, что применил бытовую ленту для сантехнических дел. Вот такая лента, 49 миллиметров ширина ее, здесь клейкая основа, обычная алюминиевая лента. Единственное, что именно в этой конструкции я ее разрезал на 26,5 миллиметров, чтобы была ширина именно вот этих излучателей 26,5 миллиметров. Ну еще я не сказал про этот поролончик, что тоже отрезал, свернул трубочку для того, чтобы закрепить нормально сам тор. И чтобы можно было его оперативно двигать, крутить и все остальное. Ну вот цветной взял для того, чтобы было видно разницу. На белом фоне вряд ли это было бы нормально видно эту катушку. Так вот немножко напомню и объясню по поводу самого излучателя, как он работает. В принципе система такая. За счет выноса излучения, статического излучения, переменного, подчеркну, потому что в прошлом выпуске я не отметил, что все-таки переменное это излучение. В среднем около 300 килогерц. В данном случае сейчас это, по-моему, 296 килогерц на этой катушке. Всего на ней, на этой катушке, вот от генератора идет напряжение, амплитуда, полная амплитуда 10 вольт. Всего 10 вольт приходит на эту катушку. Почти 300 килогерц с частотой. Сама мощность измеряемая, как я уже говорил. Ну вот я сейчас покажу. Я заснял на осциллографе информацию, посмотрите. Там полтора вольта, это на один ом. То есть ну где-то чуть больше вата на этой катушке. Чистого, чистой энергии. Которая приходит. Так вот система, которая происходит. Здесь, так как доминирует статическое электричество, переменное. Оно образует здесь напряженность. Но так как взять тот же тор, он небольшой по размерам. И соответственно статика, она не может по своей особенности далеко распространяться с такого ограниченного места. И из-за того, что это все-таки переменная статика, идет генерация, соответственно все идет вокруг катушки и радио и магнитное излучение. Соответственно она сильно нагревается при определенной мощности. Если мощность небольшая, там где-то пол ватта в среднем, она тоже греется эта катушка. Все, кто пользуется катушками, они знают, что немножко она греется, если мощность небольшая. Если мощность побольше, значит будет греться больше. Ну так как у меня больше вата, то получается, что она довольно прилично нагревается. Причем так, что вот эти вот торы, которые я всякие разные наматываю. И как я уже говорил, что некоторые вот, вот у меня эти две пропитанные, а эти нет. То есть вот эта вот гибкая, как хочешь ее можно крутить, вертеть, так как и эту. А эти уже с пропиткой, их уже так не покрутишь. Вот так вот при где-то там полчаса примерно, когда катушка такая работает с пропиткой, там сама пропитка настолько размягчается, что становится как пластилин. И уже ее можно тоже вот так почти крутить, как и те торы. Так вот почему она нагревается? Не только потому, что там КПД, ну и все такое прочее. Но еще из-за того, что именно вихревые потоки, которые создает эта катушка, именно со своим особенным подключением, она слишком концентрированная и далеко не может уйти. Соответственно идет нагрев, самонагрев этой катушки. Вот я же разделив потоки и выведя статическое электричество наружу. А здесь система какая? Вот я же сказал, что здесь всего приходит на катушку, всего переменки 10 вольт амплитуды. А на выходе тут напряженность поля такая, что это можно считать, что это даже сложно сказать десятки тысяч вольт. Тоже не скажешь. Ну напряжение очень относительно высокое. Но это напряжение не электрическое. Это статическое напряжение. Напряженность поля точнее. Вот если касаться, ну все знают, кто работал с катушками, даже когда значительно меньше мощности. Вот если концы, трогать концы, противоположные от генератора. Те, которые концы сейчас подключены к излучателям. На них проходит разряд искорка, небольшая искра. Ну и если по коже, то оно жжет кожу. Не сильно больно, но все-таки неприятно. И запах такой, как барбекю. Соответственно, явно видно, что оно дает какое-то здесь довольно высокое напряжение относительно. Причем, я вот буду в других видео показывать, как работает эта катушка. Там более подробности и все остальное. И вот покажу, как вот на концах этих катушек образуется коронка. Коронный разряд. Причем, надо учитывать, что вот этот провод МГТФ, он специально проверяется на, ну когда проходит испытание, на полутора тысячах вольтах. То есть он должен выдержать там, опускается в жидкость, К примеру, подводится к нему напряжение там полторы тысячи вольт. И вот он должен выдержать там, по-моему, десять или двадцать минут, не помню. Вот тогда он считается, что изоляция нормальная. А на самом деле, эта изоляция выдерживает и больше, конечно. Это проверочные полторы, а так это может быть и пять, и шесть тысяч вольт. Но тем не менее, тем не менее, когда мы вот эти вот два противоположных провода берем, от тора, если взять вот, например, этот провод и провести им по изоляции, не по самому второму концу, а по изоляции, то здесь будет коронный разряд. Он довольно заметен, и сразу происходит ионизация воздуха, слышно по запаху. Ионизированный воздух. То есть, на этих концах происходит огромная напряженность. Ток, естественно, малый, хотя он все-таки выжжется неприятно. Но тем не менее, напряженность очень высокая. Но это все, все бы ничего. Но я говорю, что эта напряженность, она сконцентрирована в обычных торах, именно в этом месте. И, фактически, КПТ, идут потери, идет нагрев и все остальное. Вот в таком случае, она чуть-чуть греется. Ну, короче, в несколько раз греется меньше, нежели если бы, вот я если отключу обкладок этих, соответственно, греться сразу, начнет сильнее греться. Я не отметил еще один нюанс, который следует придерживаться. Это то, что на излучателях не должно быть острых, ну или заостренных краев. То есть, вот когда я на этих излучателях вырезал эти излучатели, я края делал скругленными. То есть, делал полосочку, вырезал и делал ее округлую. Чтобы не было вот этих вот концов острых. Именно, наоборот, делается в статическом. В статике, когда применяется люстра Чижевского. Ну и им подобное. То есть, там наоборот. Вот у меня тоже есть эта люстра Чижевского. Она у меня, кстати, почти лет двадцать. Может и больше уже не помню. Двадцать пять киловольт. Она у меня уже немножко поврежденная. Повидала свое. Она мне очень большую пользу принесла в свое время. Как аллегрику, во-первых. Во-вторых, я живу в центре. И когда у нас были окна обычные. То есть, здесь, конечно, и гарь, и копоть, и пыль. Все с улицы шло. И вот меня спасало. Единственное, что это люстра Чижевского. То есть, включало на пару часов. И вся эта пыль, гарь, и всякие микроэлементы, и паразиты микро. Все седали на потолке, стенах, мебель и так далее. Причем потолок был вообще черный от этого. Ну, потом поставил пакеты. Стеклопакеты мощные. Установил принудительную вентиляцию с фильтрами. И уже такая глобальная надобность в этой иллюстре отпала. Я ее только уже применял чисто так. Например, в спальне включал на полчаса на час. Для того, чтобы вот этих всяких клещей, которые присутствуют. Мы-то их не видим, как бы не знаем, что они есть. А они во всех квартирах, тем более в спальнях, они везде есть такие вот. Которые находятся в подушках, в одеялах, в постынях. И питаются нашей кожей, так сказать. Которая шелушится и отделяется. И вот эта статика, она соответственно их уничтожает. Поэтому хотя бы раз в неделю, как минимум, включать эту листу Чижевского надо. Я ее включаю регулярно. Но мы сейчас имеем дело не со статикой. Такой, как у листа Чижевского. Где отрицательные ионы. Заряжает вокруг воздух. И вся пыль, вся звесь, которая находится в воздухе, она седает. Притягивается к стенам, потолку, к полу и так далее. Здесь у нас переменка. В данный момент около 300 кГц. Ну, она может быть от 250 до 370. В принципе, это диапазон, который уже выявлен на экспериментах, на множествах проверок. Это самая оптимальная и самая безопасная частота, которую можно использовать в этом случае. Так вот дальше, что я хочу показать. Включаем опять установку. Опять я показываю, что вот неоночка просто лежит. Вот эти вот индикаторные неоночки мне все светятся. Это я уже показывал. Вот, а теперь хочу еще показать. Вот тоже, видите, неонка. Сделаю меньше свет. Видите, она светится. А расстояние до излучателей вот эта линейка 20 сантиметров. Если мы замеряем, вот где-то здесь сейчас 11-12. Удаляю больше. Вот где-то 18-19. Вот, начало гаснуть. Причем, я еще вношу свое. Вот видите, вот своя емкость. Да, подчеркну, что система работает опять автономно. На аккумуляторе, генератор, все как было в прошлый раз. Все абсолютно автономно. То есть, от сети ничего, тут никаких наводок, ничего быть не может. И вот, пожалуйста, вот как работает. Представьте себе. 15-20 сантиметров расстояние до излучателей. А неонка горит. Вы представляете, какое здесь сейчас энергополе мощное. Это то, что неонка еще горит. А вот я сижу где-то полуметре. Даже в метре я ощущаю это очень сильно и мощно. Ну, вот я тут свою емкость вношу. В эту напряженность поля, которое сейчас осуществлено. И, соответственно, даже можно посмотреть, видите, как вот тут есть. Где конкретно я вношу максимально и минимально. Так, теперь дальше. С водой мы еще сегодня поиграемся. Но я вот что хочу отметить. Вот эта вода, а то я уже ее... С прошлого раза она уже другая. Просто я уже специально... Я заметил в прошлые разы. Вот когда несколько раз тут экспериментировал с этой статикой. И когда вот опускал излучатель сюда. Ну, я вам показывал это все. Я заметил, что в воде после этого находится осадок, которого не было до того. То есть я заливал чистую воду из-под крана. Обычную воду. И вот когда я экспериментировал с излучателями. Вставлял сюда. Когда вот эта статика. Все это все. Я вам демонстрирую. Показывал. Вот. Сперва ничего. Но через некоторое время. Не знаю где-то. Я особо не засекал. Но где-то через полчаса час. Выпадает вот такой осадок. Я заснял. На фотографию тоже сейчас вам покажу. Видите, там такие точечки. Ну, можно было подумать. Да, конечно, что я все-таки плохую воду залил. Хотя у нас так не бывает. Я никогда не видел, чтобы вот залил воду и появился осадок. Если она грязная идет, то она идет конкретно грязная. Это бывает у нас. Соответственно. Ну, конечно, я вылил ту воду. Залил вот эту и сделал контрольный. У меня в другой баночке такой же тоже стоит вода. Которую я не трогал. То есть, контрольная. Там никаких осадков нет. Но здесь, после того, как буквально 10 минут я воздействовал вот этим энергополем, происходит этот осадок. Почему, что, как, я не знаю. Может, это так бактерия седает. Может, это какие-то соли. Я пока не знаю. Надо разбираться. Будем экспериментировать. Я думаю, еще не раз к этому вернусь вариантом. Так вот видите, да? Что здесь творится. Какая напряженность. Но это еще не все. Вот это все ерунда. Я сейчас более интересные эффекты вам покажу. Ну, кому как, конечно. Мне это тоже интересно. Вот это лампа дневного света. Вот это ее свечение. Она светится сама. Даже, когда я дотрагиваюсь, она хуже светится. То есть, сказать, что это наводка от меня, опять же, или еще что-то, тут никак не скажешь. Вот. Я просто стоечки специальные сюда поставил. Чтобы было удобнее это все показывать вам. И вот смотрите. Я отодвигаю на какое расстояние. И тем не менее она светится. Это не от самой катушки. Это не имеет значения катушка. То, что вот она засвечивает. Тут можно вот так вот. Пожалуйста. Без разницы. Вот. Я не держу ничего. Оно светится все только именно от излучателей. Такого эффекта достичь. От катушки. Ну. Там есть варианты. Тот же Дэн. У него свои эксперименты есть. Где он тоже показывает свои варианты катушек. Но там она у него сильно комбинированная и так далее. И вот она строго рядом. Вот где катушка. Лампа. Есть там вариант такой. Тут же. Вы сами видите что творится. То есть без разницы. Вот. Я могу ее и поставить. И так и эдак. Вот. Чтобы не трогать саму лампу. Беру. Беру. Заизоляторы. И вот пожалуйста. Оно светится на каком расстоянии. Да. Не знаю видно сейчас или нет на камеру. Тут видите такие бегущие волны. Вот это говорит о резонансе. Вот как раз вот эти. Стоячие. Ну так стоячие волны. Тут можно добиться. Когда эти волны могут встать. Остановиться. Просто не знаю видите ли вы на камеру или нет. Наверное что то видите. Какие то колебания. Вот это говорит о резонансе. Буквально вот. Какие то герцы. При 300 кГц. Разница в колебаниях. В резонансе. Идем дальше. Если думаете что это все. Нет. У меня есть длиннее лампа. Вот пожалуйста. Обратите внимание что это все равно. В лампе. Что я еще что то зажег. Да. Еще раз напомню. Что подводится чуть больше ваты. Это не эти установки. Тесла. Качеры. И там подобные. Где огромные делают установки. И которые работают на мегагерцах. Излучают. Излучают очень мощную. Статику. Ну там электричество. Мощное конечно. Я согласен. Но и подводится мощность огромнейшая. И она очень опасная. На здоровье они конечно себе губят очень прилично. Здесь же наоборот все. Здесь как раз про здоровье можно сказать что. Это лечебная система. Вот пожалуйста вам. И тоже я. Убираю руки. Вот оно все светится. Думаете это все? Нет. У меня еще есть лампа. Вот это кварцевая лампа. Она в больницах применяется. Вот когда. В палатах. Включают. Тут немножко у нее другая система. Но тем не менее. Ну и она правда опасна для глаз. Поэтому я сильно не буду. Ну видите вот. Какое расстояние над ней. И вот она тоже светится. Это кварцевая, именно кварцевая лампа. Она тоже работает. Как источник излучения. Убивающий микробов и все остальное. Ну вы знаете. Надеюсь. Ну как видите тут все это. Светится. Горит в любом виде. И именно. И именно. Именно сами излучатели. Позволяют. Вот эту статику. Настолько здесь раскрутить вокруг. Не на десятки сантиметров. Как обычно в торах. Там или плоских катушках делается. Плоские катушки. Они имеют более такое. Обширное воздействие. Широкое. А торы. Они более узко направленные. Вот. И вот. Эта узконаправленность. Она нереализуемая. Точнее. Она настолько концентрированная. Что. Просто сама себя и гасит. Вот здесь. Этой установкой. Я позволил этой энергии. Разойтись. Всему кругу. Огромному. Есть у меня тоже. Еще один индикатор. Интересный. Так. Вот. Это. Тоже. Лампочки. Которые. От старых мониторов. ТФТшек. Плоских. Или панелей. Сейчас то уже. Везде и всюду. Что. Применяется. LED лампы. В мониторах. Вот. У меня. Это. Один монитор. Здесь. Вот. Рядом. Второй монитор. Стоит. Там еще. Применяются. Вот такие. Тоненькие. Есть. Длиннее. Есть. Короче. В зависимости от того. 21. Там диагональ. 19. И так далее. Вот. Тоже. Оно видите. Как светится. Их сложнее зажечь. Так. Сами видите. Диаметр. Всего. Два миллиметра. Очень тоненькие. И. Тем не менее. Но все горит. Можем еще побаловаться. с водой. Наверное. Опять же. Я опущу. Посмотрим. Да. Горит. Статика присутствует. Сейчас. Попробуем. По лампочке. Позажигать. Я ставлю. Сюда. Вода. И. Вот. Она в воде. Лучше. Так сказать. Самого. Не касается. Излучателя. Ну. Конечно. Вода. Она же проводит. Что-то. излучение. Там тоже. Присутствует. Но. Я просто. Показываю. Саму систему. Как это все работает. Прямо в воде. Я вот. Опустил. Лампа. Никуда. Ничего. Не касается. Вот. Мои руки. И. Все светится. Ну. Тут. Для того. Чтоб. Лучше светилось. Как я уже показывал. Немножко. Добавим. Атмосферы. Как было в прошлый раз. Ну. Как видите. Все светится. Свечается. Еще раз. Подчеркиваю. Все. Всего. Один ват. Ну. Чуть больше. И. Вот. Эта система. Здесь. Дает. Такой. Мощный. Потенциал. Что. Я не знаю. Тут. Можно запитывать. Запитывать. Что угодно. Как угодно. Так. Не видно. Ладно. Вот. Наши. Индикаторы. И. Как видите. Они никак не влияют. То есть. Я даю нагрузку. Вот. Еще. Вот. Еще. Освещение. Даю нагрузку. Ничего не меняется. Поле. Так. И. Остается. Мощным. И. Еще раз. Напомню. Всего. Сюда. Подается. На катушку. 10 вольт. А. На выходе. Мы. Получаем. Не знаю. Сложно сказать. Скажешь. Десятки. Тысяч. Вольт. Десятки. Тысяч. Вольт. Не создают. Здесь. Такого. Энергополя. Это. Вот. Как. Лэп. Всякие. Подобные. Где. Сотни. Тысяч. Вольт. Там. Мегаватты. Мегавольты. Там. Просто. Мега. А здесь. Скромная. Маленькая. Катушечка. Да. Пожалуйста. Можно еще. Воткнуть. Чего-нибудь. Так. Не помещается. Тут у меня все ограничено. Вот. Пожалуйста. Надеюсь видно все. Немка. Так и светится. И все равно. Окунем ее. Булькнем в одну. Внутрь. В общем все все видели. Я еще. Немало буду. Наверное. По поводу этой установки. Вам показывают различных вариантов видео. С эффектами. Возможностями. Все что раскрою. Все вам покажу. И дам. Главное задавайте вопросы. Что вас именно здесь интересует. Сейчас это я в ограниченном пространстве. В своем кабинете. Пожалуйста. Могу хоть на улицу выйти. Показать. Это все будет светиться. Можно ночью включить. И это будет все освещать. Автономная установка. Ну а на сегодня мы пока закончим. Я думаю. Еще раз. Что. Это не последняя демонстрация. А пока смотрите. И. Попробуйте повторить. Я думаю. Вы будете. Приятно довольны. Все. Будьте здоровы. Будьте счастливы. До свидания.